Привет всем! И сегодня проведем небольшой тест, что будет, если использовать лифи-аккумулятор на нашем автомобиле. То есть мы понимаем, что вольтаж здесь совершенно другой идет, в отличие от липа-аккумулятора. Но посмотрим, как это проявится уже полностью на автомобиле. Ну, во-первых, замерим максималку, она упадет, посмотрим на сколько, и потом выгоним на трек. Значит, напомню, на 6 с 20-м пиньоном ехало 107 км в час. Чтобы ездить на лифи-аккумуляторе, перевел регулятор в режим гидрида, иначе будет вырубать. Погнали! Да, чувствуется. Максималочка не та. Вот GPS-метр внутри. 90 против 107. Как видите, потеря такого вольтажа, соответственно, мы теряем в скорости достаточно прилично. Это даже меньше, чем на багийных колесах. Ну и давайте немного по треку проедем. Но на самом деле по треку, я думаю, разницы вы не заметите. Потому что 6 банок для трека – это все равно перебор. Лишь только в башенге, может быть, мы что-то и отследим. А так, тут уже нет разницы. Потому что 90 км в час на этой прямой – это не развить. А как бы тяга все равно есть. Смотрите. Оп-оп, нажал, и все, в букс полетело. Трек стал какой-то кривоватый. И начинает зарастать. Пойдем по башам. Ну, смотрите, как мы можем улететь. Я думаю, так далеко, как на липо мы не улетим. Все-таки скорость, может быть, побыстрее развивает. Хотя фиг знает. Оп, хорошо стоит резина. Но два флипа крутанул. Но у меня получилось делать и три флипа. Получалось на липо. Да. Четко, четко прямо. Но перед тем, как поставить сейчас липоаккумулятор, я перепрограммирую регуль. Для этого я поставлю его опять в режим липоаккумулятора. Зажимаем кнопочку SET. Включаем. Сначала считает банки. Потом первый режим программирования. Отпускаем. Как видите, стоит настройка 2. Мне нужно сделать первую настройку. Если посмотрите в инструкции, это липо-режим. Все. Настройка первая стоит. Видите? Один раз всего лишь. И выключаем. Перевод достаточно быстрый. Но там инструкция на самом деле легко разобраться. Вот нормальные 6 банок. Рвет, конечно, побыстрее теперь. Но я не могу нажать полный газ. Поэтому здесь нужно плавненько ехать. Три банки ставить с таким пиньоном и кататься. И полетик на 6С. Но как бы вы поняли, да? Всю мощь липоаккумуляторов. Хопа! Четко. Вот это я врезался. Зачем я остановил? В общем-то, вывод на сегодня прост. Использовать липоаккумуляторы в плане питания самой модели не имеет никакого смысла. Во-первых, мы получаем слишком большой аккумулятор. Как видите, размер его очень большой. Мы получаем меньшую емкость. Здесь 4500, здесь 5200, насколько помню. И мы получаем меньший вольтаж. Здесь идет как 5-ти баночный липоаккумулятор примерно. Здесь все-таки 6 банок. И разница эта чувствуется. И плюс он еще такого размера и еле-еле входит в штатный отсек модели. А по весу они получаются... Но он полегче, конечно, да. Ну и емкость меньше. Но чуть-чуть полегче. В общем-то, смысла нету питать саму модель такими аккумуляторами, друзья мои. Слишком много минусов. Пока.